Именно в Международный день театра 27 марта, еще один из самых главных культурных праздников и сны, музыкальный театр «Калибри», так любимый всеми горожанами, вырастивший не одно поколение талантливых навуральцев, отметил свой 35-летний юбилей. Отметил на сцене Дома культуры Навуральски показом спектакля «Книга джунглей». Нет, ты не хозяин здесь, Бог себя собьем и взвесь. Мы, должен нас защитить, его теперь не оставим. 35 лет – это много или мало? Это время, когда заложены традиции, когда есть репутация, богатейший репертуар и куча планов на новые постановки. Когда попасть в труппу, это престижно и дорогого стоит. Однако, все же для театра это время молодости, время, когда все еще впереди. Было 30, 35, будет 40, я буду думать, что еще больше, больше будет каких-то новых задач выполнено. Поэтому вот как-то, как-то вот даже не зацикливаюсь на цифре. Да. Потому что дети новые приходят, маленькие, с трех лет. Поэтому какие цифры? Вот, изредка только вспоминаю. Это не про вас цифры, да? Нет, это не наши. Детский музыкальный театр – это удивительный мир творчества для всех без исключения. Чародей этого сказочного мира – наши дети. Неподдельные эмоции, чувства, фантазии доступны и понятны. Именно в детском театре обитают необыкновенные взрослые. Педагоги по хореографии, вокалу, актерскому мастерству. Благодаря опытному режиссеру сказки оживают. Персонажи обретают голос, характер, движение. С этими реальными персонажами живет и взаимодействует зритель. История повторяется. Не надо маяться. Все идет время. История повторяется. Не надо маяться. Все идет время. Спектакль о Маугли стал выпускным для семи актеров музыкального театра. Здесь они выросли, здесь впервые вышли на сцену, здесь их таланты были раскрыты и развиты. Ну а теперь иметьте дальше. Эмоции, конечно, зашкаливают. И отчасти как-то и радостно, что все уже взрослая жизнь. Но расставаться со всем вот этим не хочется совсем. И как бы грустно на душе. А что дальше? Дальше надеюсь, что поступлю. И точно так же пойду по стопам нашего режиссера. Очень смешанные эмоции на самом деле. Это и радостный, и в тот же момент грустный момент. Столько лет я провела в этом коллективе, нашла настоящих друзей. И тут понимаю, что все это заканчивается. И ты не знаешь, как так, а как дальше. Вот. И что дальше? А что дальше? Поступление дальше. Вот. Кто-то из нашего коллектива свяжет свою будущую жизнь с профессией, связанной с театром. Кто-то нет. На смену выпускникам подрастает новое поколение талантов. В юбилейный день рождения они на сцене, а их родители в зале. Также волнуются, также переживают за своих юных артистов. Меня занимается в «Калибре» дочь Казанцева Вероника. Мы занимаемся с трех лет. Нам сейчас уже 13, то есть 10 лет. Очень много главных ролей. Ребенку очень нравится в «Калибре». Вам тоже похоже? Мне очень нравится. Просто дети у нас замечательные, все очень талантливые. По случайности пришли на первый концерт, посмотрели, очень понравилось. И после этого, почему бы и нет, и все. И Дарья у нас с четырех лет ходит. А как она поменялась у вас как-то? Да, конечно. Она более общительной стала. И в школе потянулась сразу. Да. Это все влияет. Музыкальный театр «Калибре» – это культурный бренд Новоуральска, без которого наш город был бы совсем не таким. Мы уже не можем представить себе, каково это – не ходить на новогодние представления с участием «Калибре», не ждать от театра новых премьер, не следить за судьбами маленьких новоуральских звездочек, артистов театра. И ведь так будет и дальше. У нас в городе, как нигде больше, умеют сохранять и приумножать заложенные когда-то традиции. Альбина Бабкова, Иван Вахмяков, Дмитрий Дедюхин, Павел Сизов. Объектив. Итоги.